Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. По Дворце культуры Видное прошла акция «Елка желаний». Мы сделаем все для того, чтобы эти желания сбылись и перед Новым годом волшебство, о котором просят дети, оно случилось. Сегодня отмечается православный праздник – День памяти святителя Спиридона Тримифунского. Мы приехали сегодня совершить божественную службу, помолиться вместе с прихожанами, поздравить всех видновчан с этим торжеством. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась выставка «Деньги революции и гражданской войны». Их печатало царское правительство, потом Временная и потом советская власть. От этих денег не отказывались вплоть до 1922 года. «Елка желаний» продолжает исполнять мечты детей. В благотворительной акции, которая прошла во Дворце культуры города Видное, приняли участие представители администрации. Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Буслаева. «Елка желаний» – традиционная благотворительная акция, которая проходит в муниципалитете уже пять лет подряд. Добрыми волшебниками становятся представители администрации и служб округа. Они исполняют желания детей из семей, попавших в трудные жизненные ситуации. В фойе Дворца культуры на ветках новогодней елки, помимо украшений, были развешаны конверты с письмами детей Деду Морозу. На каждой открытке подробный рассказ о своей заветной мечте. Мы сделаем все для того, чтобы эти желания сбылись, и перед Новым годом волшебство, о котором просят дети, оно случилось. Здесь есть пожелания от деток из неблагополучных семей, из малообеспеченных семей. Поэтому вместе с коллегами силового блока мы сегодня посетили елку желаний, и каждый для себя выбрал те пожелания детей, которые здесь были размещены. Ну и, естественно, мы сделали таким образом, чтобы не осталось ни одного неисполненного желания. Почувствовал себя Дедом Морозом и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Здесь находятся все абсолютно волшебники, которые способны подарить ребенку под Новый год. Не только подарок, но и хорошее новогоднее радостное настроение. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Как признался начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Коврижных, осуществляя чью-то заветную мечту, мы сами становимся добрее и счастливее. Вообще вся жизнь заключается в чью-то мечту исполнять, поэтому всегда здорово. Она же жизнь такая, мы чью-то мечту исполняем, поэтому и мечты наши исполняются. Все подарки участники благотворительной акции преподнесут ребятам в преддверии главного зимнего праздника. Наталья Буслаева, Максим Константинов, Видное ТВ. В музее заповедника Горки-Ленинске открылась выставка «Деньги революции и гражданской войны». На ней представлены банкноты, находившиеся в обращении с 1917 по 1922 годы. Экспозиция расположена в музее, кабинет и квартира Ленина в Кремле. Одной из первых ее увидела наша съемочная группа. Комичный эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке» на самом деле весьма точно отражает ситуацию с деньгами в то непростое время. Подробнее об этом можно узнать на выставке «Деньги революции и гражданской войны». Летом этого года мне попалось исследование серьезное, историческое, на тему финансов в годы войны и революции. И поступило предложение от коллекционера, у которого эти знаки есть, сделать совместный проект. В ходе работы над экспозицией количество участников увеличилось. Выставка открылась благодаря коллекционерам Михаилу Газину, Олегу Цареву и Алексею Кубаткину. Привлекает мое внимание банкноты, допустим, Дальнего Востока, которые были заказаны еще, по-моему, даже временным правительством, но не срослось. Они поступили уже гораздо позднее, при Колчаке. Это, допустим, очень красивое оформление, я имею в виду, они заказываются в Америке, то есть американского типа. То есть фактически у американцев своеобразный рисунок, ну, как доллар, грубо говоря, что-то похожее. На этой выставке каждый посетитель сделает для себя немало интересных открытий. Петенька, Катенька и российский рубль образца 1898 года. Потому что при том хаосе, который существовал, эти деньги были самыми уважаемыми. Ну, просто потому, что у них было самое высокое качество печати, самая высокая степень защиты. Надо сказать, что их печатало царское правительство, потом временное и потом советская власть. От этих денег не отказывались вплоть до 1922 года. Есть тут и образцы, которые наверняка стали прототипом тех, что фигурировали в упомянутой нами свадьбе в Малиновке. Денежные знаки повстанческой армии Украины, то есть батьки Махно. Он тоже считал себя правителем, значит, у него тоже должны были быть деньги. Он использовал те купюры, которые были у него под рукой. Здесь мы видим, в общем-то, царские купюры. И вот то, что здесь сделано, это называется надпечатка. Когда ты берешь, собственно, купюру просто как бумагу, как носитель, и здесь печатаешь номинал, да, ну и себя любимого в том числе. Впрочем, как выясняется, в качестве денег порой использовалась практически любая бумага. Были даже деньги, вот в Якутии тоже был денежный голод, и использовали, как этикетки винные. То есть они тоже имели хождение, как вот деньги. Вот здесь мы видим, допустим, денежные знаки Атамана Семенова. Они вообще говорили, что они печатались на обойной бумаге красками для крыш. То есть они вообще односторонние, у них та сторона вообще простая, белая, чистая. И потом, так как они напечатаны были, а хождение практически не получили, этими вот денежными знаками при приплете оборачивали книги в библиотеках Сибири и Дальнего Востока. По оценкам специалистов, 17-го до начала 20-х годов прошлого века в обращении находилось от 5 до 20 тысяч разновидностей бумажных денежных знаков, в том числе и в соседних республиках. Образуются определенные правительства и на территории Кавказа, как вот в данном случае мы видим, да, деньги. Есть Бакинская республика, вот Совет Бакинского городского хозяйства есть, а есть Азербайджанская республика. То есть, и они даже ходят, ну, то есть, вот это 18-й год, вот это вот 20-й, а на стороне уже новый образец и новая власть. Нет сомнений, что выставка вызовет самый живой интерес у посетителей музея-заповедника Горки-Ленинский, а у коллекционеров уже новые планы, благо количество купюр и монет в собственном собрании позволяют их строить. У меня же не только этот период гражданской войны, у меня и современные, и Германия есть, то есть, не только, ну, я так думаю, что 500, наверное, точно будет. Хотелось бы немножко расширить, допустим, советский период, вот когда начало еще становления рубля, там вот денежные реформы, чуть-чуть поподробнее как бы так вот разложить, можно было бы вот так вот тоже организовать, я считаю. Выставка доступна всем посетителям музея, кабинет и квартира Ленина в Кремле. Она будет работать до середины 2024 года. Максим Козлов, Максим Константинов. Видное ТВ. В историко-культурном центре прошел краеведческий семинар, посвященный историческим памятникам города и благоустройству примыкающих к ним зон. Основное внимание на данный момент было акцентировано на усадьбе Суханова. На семинаре собрались члены общества краеведов и архитекторы Ленинского городского округа. Каждый выступил с лекцией, посвященной теме усадеб и примыкающей к ним зеленых зон. Одна из целей мероприятия – придать усадьбе Суханова статус охранной зоны. Одна из задач нашего сегодняшнего семинара – это поговорить о том, что мы можем сделать для усадьбы. А довольно много и мы и делаем. У нас будут выступать волонтеры, которые активно работают на усадьбе, борются с борщевиком, занимаются уборкой территории. Стараемся придать статус особо охраняемой природной территории Сухановскому лесу, который находится в окружении усадьбы. И в 2024 году уже должны получить паспорт объекта. То есть в Ленинском городском округе будет еще одна особо охраняемая природная территория, то есть заповедник. До 1929 года нынешняя территория Ленинского округа входила в состав Подольского уезда. Сейчас в границах муниципалитета сохранилась часть старых памятников – усадьбы Суханова, Валуева, Дугина, музей-заповедник Горки Ленинские, церковь Спасопреображения в селе Остров. Член общества краеведов Галина Наумова посвятила свой доклад сохранности памятников. Чтобы знали о том, что на территории Ленинского района расположены такие интересные, известные памятники исторические – это первое. Привлечь к ним внимание, чтобы их сохранить как можно дольше. Краеведы и агроэкологи работают над сохранностью зеленого пояса вокруг памятников и сохраняют культурное наследие для следующих поколений. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ Сегодня православный праздник – День памяти святителя Спиридона Тремифунского. Чтобы провести божественную службу для прихожан в церковь Николая Чудотворца приехал архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Все подробности в следующем сюжете. По случаю Дня памяти святителя Спиридона Тремифунского в церковь Николая Чудотворца в поселке Володарского приехал архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Для того, чтобы провести божественную службу для прихожан церкви. Мы приехали сегодня совершить божественную службу, помолиться вместе с прихожанами, поздравить всех видновчан с этим торжеством и вместе помолиться о предстоящем новолетии, поблагодарить Бога за прошедший 23 год. Святитель Спиридон Тремифунский родился в конце 3 века на острове Кипр. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно только, что он был пастухом, у него была жена и дети. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь его вознаградил даром. Святитель мог исцелять неизлечимо больных людей. За добрые дела прихожане его помнят и почитают уже много лет. У меня особая любовь к святителю Спиридону. Есть мечта посетить его место, где сейчас покоятся его мощи, потому что я хочу сама приложиться к этим чудотворным мощам. Для многих жителей поселка Никольский храм – это место, где можно получить духовную поддержку, разделить радость и печаль с близкими по духу людьми. Я с удовольствием пришла и здесь нахожусь с благодатью. Святого Спиридона Тремифунского почитают как покровителя трудящихся людей. Ему традиционно молятся о благоприятной погоде, богатом урожае и помощи в труде. Провожать старый год праздничным спектаклем на воде – добрая традиция, зародившаяся в Воздоровительно-образовательном центре «Дельфин». Ежегодно руководство учреждения готовит праздничную постановку для своих воспитанников. Исключением не стал и этот год. В Воздоровительно-образовательном центре «Дельфин» прошла традиционная елка на воде для своих воспитанников. Мероприятие проводится уже почти три десятилетия, и каждый раз руководители и тренеры учреждения придумывают новые представления, основанные на известных сказках. На Новый год мы ставили сказки на день рождения бассейна, таких, где можно было задействовать воду, чтобы дети, где-то 50-100 человек детей в воде участвовало. И зрелищно это все, интересно, елка на воде закарается. Может, сейчас везде это есть, но в 95-м году этого нигде не было. На этот раз для ребят подготовили спектакль по мотивам приключений «Буратино» Алексея Толстого. В этот вечер тренеры «Дельфина» превратились во всем известных персонажей. «Я играю карабаса-барабаса, отрицательного героя, но все равно дети подходят, фотографируются, меня узнают». «Мы на тренировках постараемся быть более такие серьезные, а здесь они видят своих тренеров в одеянии, которые прыгают, поют, бесятся, отдыхают. И, можно сказать, это традиция, которую мы на протяжении многих лет соблюдаем и будем соблюдать». Также участниками спектакля становятся и сами юные пловцы, воспитанники «Дельфина». От постановки они получают колоссальное удовольствие. «Когда я первый раз смотрел эту елку, я уже не первый год попал в этом бассейне. Я был очень удивлен, никогда раньше такого не видел. И когда мне предложили поучаствовать, я посмотрел на это с обратной стороны, это еще интереснее. Поэтому для детей, особенно для маленьких, это просто что-то удивительное». «Потрясающая традиция. Я помню, что первый раз, когда эта елка много лет назад была, на которой я посетила, я так же, как и ребенок, волновалась, и мне было интересно, как это так елка на воде. Да, это очень классная задумка. Я не знаю, единичная или не единичная, но потрясающая». Неизменно в новогодних представлениях в сценарии известных сказок вплетается сюжетная линия с Дедом Морозом и Снегурочкой. А появляются перед зрителями они всегда вплавь на санях. Зрители поддерживали артистов на протяжении всего спектакля, а завершился праздник с зажжением елки и громкими аплодисментами. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok